шалом товарищи сегодня мы разбираем левый боковой удар левый хук это один из самых опасных ударов в боксе по статистике если я не ошибаюсь процентов 40 нокаутов именно от левого бокового то есть как правило ваш соперник не ожидает что со слабейшей руки вы можете нанести действительно мощность силовой и очень опасный удар но есть тактические вариации и нюансы которые следует знать которые следует отработать итак начнем с того что позиция вашего кулака может быть как большим пальцем на себя так и большим пальцем вверх то есть удар кружкой старой доброй советской школе чаще практиковали удар именно большим пальцем к себе этот удар менее мощный чем удар кружкой но но он хорошо работает как встречное движение либо как кросс через правую руку соперника при нанесении этого удара следует обратить внимание что ваш локоть должен быть выше уровня кулака либо хотя бы на уровне кулака в противном случае вы будете ломать себе лучезапястный сустав либо попадать костяшки не теми костяшками пальцев которые нужны при ударе следующий вариант атакующий левой боковой кружкой то есть это уже более классический профессиональный способ нанесения мы уходим уклончиком в левую сторону заряжаем левую ногу заводим левое плечо и перенося массу тела на правую ногу наносим жесткий боковой удар в боевой ситуации он используется после предварительной подготовки либо это финт правой рукой жесткий левый либо это джеб левой рукой уклон влево опять таки жесткий левый либо в завершении любой длительной комбинации в ближнем бою следующий тактический вариант это удар на сайт степи удар с шагом в сторону когда вы смещаетесь с линии атаки соперника этот вариант исключительно имеет встречный и контратакующий характер когда соперник двигается на вас делайте шаг левой ножкой влево и немножко вперед и одновременно закручивая правую ногу наносите боковой жесткий достаточный удар еще одна достаточно эффективная разновидность встречного либо контратакующего движения это боковой удар на шаге назад когда соперник двигается на вас ручку разгибаем побольше в локтевом суставе это дальнобойное оружие делаем шаг правой ножкой и подтягивая левую сразу на носочек наносим боковой отдельной статьей идут боковые в область печени то есть самый болезненный удар в боксе это левый крюк по печени кто пропускал тот знает что здесь следует учесть часто люди при ударе по корпусу начинают отклонять поясничку назад делать этого не стоит больше раскрываем локтевой сустав при этом кулак стягиваем на себя стоит также отдельно отработать боковой удар на скачке он довольно редко применяется в бою требует филигранной отработки и техники но тем не менее имеет право быть особенно если большой поклонник джо фрейзера в его исполнении удар был просто филигранным эталонным красивым и качественным на дальней дистанции мы заряжаем левую ногу уходим как можно ниже и из этой позиции двумя ногами делаем скачок на соперника одновременно скручиваемся бросаем жесткий боковой удар важный момент понятно страхуемся правой ручкой скачок делаем непосредственно на соперника стараемся как можно меньше вылетать вверх то что чем выше вы подлетите вверх тем больше вероятность того что вы приземлитесь на пятую точку следует помнить что левый боковой удар кроме удара на скачке крайне редко наносится как одиночное боевое действие то есть нужно его подготовить нужно просчитать момент нужно сделать уклон сделать удар правый чтобы его зарядить поэтому не надо в излишнем темпе использовать его в боевой ситуации не забывайте о подготовке тактическом мастерстве собственно на этом все что я хотел сегодня рассказать про левый боковой в этой передаче если у вас появились какие-то вопросы либо я что-то упустил пишите в комментариях обязательно обсудим и я отвечу на эти вопросы всем до свидания пока